Автомобилю уже 60 лет, а когда садишься у него, то чувствуешь себя за рулем Роллс-Ройса не меньше. Андрей, как ты думаешь, может ли такое быть? Я понимаю, о чем ты говоришь, но на этот вопрос сегодня ответишь сама. Здравствуйте, дорогие автолюбители! В эфире телеканала «Комсомольская правда» программа «Под капотом» и мы ее ведущие Андрей Гречанин и Юлиана Разуваева. Сегодня к нам в руки попался на первый взгляд бюджетный автомобиль – новый Сан-Йон Коктион, однако эта модель преподнесла свои сюрпризы. Ну и совсем не бюджетные экземпляры в репортаже с московского тюнинг-шоу. А начнем этот выпуск по традиции с автоновостей. Ниссан начал продажи бюджетного внедорожника «Тирана». Это хорошо всем знакомый «Дастер», но в японской шкуре. Собственно, он и выпускается там же, на заводе «Автофрамос» в Москве. Но в отличие от своего брата, от компании «Рено», «Тирана» получил набор фирменных стилистических элементов «Ниссан», включая характерную V-образную форму решетки радиатора. То есть очертания и силуэт донора узнаются безошибочно. Но все внешние атрибуты «Ниссана», знакомые по внедорожным моделям «Патрол» и «Патфайндер», тоже присутствуют. Изменен и интерьер. Бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литра мощностью 102 лошади комплектуется только механическими коробками передач. Мотор с рабочим объемом 2 литра и мощностью 135 лошадиных сил агрегатируется с четырехступенчатым автоматом для версии с передним приводом и с шестиступенчатой механикой для полноприводной модификации. Дизель не анонсирован. «Тирана» – самый доступный внедорожник «Ниссан» представлен в четырех комплектациях. Стартовая цена в комплектации «Комфорт» – 677 тысяч рублей с автоматом от 762 тысяч. Машина уже в базе имеет кондиционер, аудиосистему, электропривод передних стеклоподъемников. Ну а на очереди тест-драйв обновленного «Сан Йонг Актион». Что добавили корейцы, либо они изменили только цену данного персонажа? Будем выяснять. Андрей, я считаю, что это дорого. Дорого что? Да дорого. Машина стоит дорого. Миллион рублей. Куда это? Миллион рублей за кроссовер, который очень хорошо оснащен. Конечно же. Ты повелся, наверное, на подогрев рулевого колеса и на подогрев задних сидений. Да, подогрев задних сидений – это опция для люксовой комплектации. Точно так же, как и подогрев руля. Знакомьтесь, дорогие автолюбители. Это «Сан Йонг Актион», новый 2014 года. И стоит он примерно миллион рублей. С Андреем мы поспорили, дорого ли это, либо нет. Модель Актион проявилась, когда корейская марка «Сан Йонг» стояла на грани выживания. Рамные мастодонты с тяжеловесным дизайном тогда уже не были никому нужны. Востребованным мог бы стать только современный и хорошо оснащенный кроссовер. Концепт, показанный на международном автосалоне, был чудо как красив. А дизайн серийной модели заказали в итальянском отелье «Джуджаро». Но на большее средств не хватило, и автомобиль получился с явными признаками бедности – и в конструкции, и в отделке. Но он получил свое место на рынке, ведь унаследовал почти легендарное имя «Каранда». Так он называется в Европе, например. Однако необходимый из доработок была очевидной, поэтому обновление стало не просто банальным фейслифтингом. Так, любимый Андреем Сангьонг Актион, на который он копит уже несколько лет, напомню, стоимость его около 1 миллиона рублей, конечно же, изменился внешне. В первую очередь стали другими фары. Естественно, под фары изменили капот, решетка радиатора и бампер тоже претерпела свои изменения. Однако это не повод для того, чтобы платить за него примерно миллион. Мне очень сложно объяснить Юле, что такое нормальный автомобиль, потому что девушки, как мы, мужики, знаем, используют в качестве багажного отделения весь салон своей машины. То есть, что есть, вот туда за спину бросят и превосходным образом себя чувствуют. Но мы-то, мужики, понимаем, что очень важный момент – это объем багажного отделения автомобиля. У Актиона он отнюдь не маленький. Кстати, здесь помещается полноразмерная запаска. А если сложить спину задних сидений, то и вовсе получается ровный пол и достаточно пространства для того, чтобы не только стиральную машинку для тещи перевезти, но и холодильник сюда поместить. Хотя часто ли мы возим бытовую технику на своих автомобилях? Согласно паспортным данным, объем багажника составляет 486 литров. Это не то, чтобы совсем много, но значительную часть пространства съедает полноразмерная запаска. А колеса у нас здесь 18-дюймовые. Кстати, желающие установить газобаллонное оборудование сочтут такую компоновку удобной. Этот момент, признаюсь вам, репетировали мы очень долго, и даже моему соведущему не с первого раза удалось открыть капот. Мне, наверное, и со второго не удастся. А, удалось, хорошо. С двигателем вообще никаких изменений не произошло. Их два бензиновые, либо дизельные, объемом 2 литра и мощностью 149 лошадиных сил. Они работают в паре с шестиступенчатым автоматом, либо с механикой тоже шестью ступенями. В прежней версии Акцион двигатели пугали вибрациями. По рассказам Андрея Гречанника, дизельную машину лихорадило, как трактор. Сейчас эту проблему устранили. Появились новые опоры двигателя и новые упругие элементы подрабника. И все же, даже в паре с шестиступенчатым автоматом, динамикой такой мотор вас не обольстит. Отклик на акселератор и немгновенные тяга возникают только на высоких оборотах. Мне доводилось ездить на дорестайлинговом Акционе. И скажу вам честно, изменения здесь прямо налицо. Ну, у нас здесь богатая комплектация, поэтому очень сложно поругать машину за недостаток какого-либо оборудования. Действительно, набор оборудования по части комфорта впечатляет. Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, электрорегулировки водительского кресла, электрообогрев руля передних и задних сидений, вентиляция передних, круиз-контроль, навигация, провода для подключения iPod. Пластик совсем хорош по мягкости, цвету и фактуре. Появился климат-контроль. Если в начальных комплектациях кондиционер, то в этой все очень круто. Плюс водительское кресло регулируется электрически. Руль регулируется по вылету и высоте. Кроме того, есть люк в крыше с электроприводом. Но все равно не стоят те опции, о которых сейчас рассказал Андрей, примерно миллион рублей. Хотя, не буду спорить с ним в том, что в салоне достаточно комфортно и просторно. И даже задний ряд кресел регулируется по углу наклона. Вот, пожалуйста, тебе и так можно ездить здесь. И не стоит забывать слова моего соведущего. Задний ряд кресел тоже подогревается. Кнопки, кстати, располагаются вот здесь, на подлокотнике. Зимой комфортно и тепло. Но даже вот этот панорамный люк и эта функция подогрева не приписывает к стоимости актиона нескольких сотен тысяч рублей. Все-таки очень дорога машина корейская. Сан-Йонг из миллион. Давай посмотрим на то, каков он в деле, как он ездит. А после этого уже будем делать окончательные выводы об этом. Разумные мысли, согласна. Пойдем. Руль здесь легкий. Благодаря электроусилителю машина нормально откликается на поворот руля. И обратная связь тоже имеется. Кроме того, панель приборов подсказывает водителю, в какую сторону и насколько повернут руль. А подвеска не дает ощущения тяжеловесного автомобиля. Она не жесткая и не шумная. Дорожный просвет, правда, невелик. Всего 18-19 сантиметров. Но весьма компактные размеры и короткие свесы делают актион вполне дееспособным вдали от асфальта. А еще для бездорожья есть система автоматического полного привода. Причем с возможностью принудительной блокировки межосевого дифференциала. Правда, для внедорожной эксплуатации больше подойдет турбодизель. У него выше крутящий момент и тяга есть уже на невысоких оборотах. И все же даже бензиновый мотор позволил нам без проблем проехать там, куда легковушкам лучше не соваться. Одну такую даже могли вытянуть. Ты уже погонял на актионе по Москве. И что ты можешь сказать по поводу его управляемости, по поводу его всех ходовых характеристик? Каковы они? Я хочу сказать, что в этой машине реализован компромисс между легковым автомобилем и внедорожником. Как раз то, что должно быть у любого нормального кроссовера, здесь присутствует. С одной стороны, я сижу достаточно высоко над дорогой. И можно эту посадку назвать даже командирской. Тем не менее, машина управляется совершенно по-легковому. Она не шумная, не жесткая. Даже рулевое управление здесь мягкое. Вот я слышу, как там где-то в районе багажника что-то трещит. И это явно не груз, который там находится. Вот это действительно недостаток, который совершенно очевидно присутствует у этого автомобиля. То есть посторонние шумы в салоне, они действительно есть, они действительно присутствуют. И это несколько удручает. 10 тысяч километров для автомобиля, ведь это ничто. Можно сказать, что только он прошел свою обкатку, а ты уже говоришь, что в этом причина того, что где-то что-то гремит да постукивает. Ну и что в итоге, Юлиана? Понравился тебе этот автомобиль? Сколько денег ты готова за подобный отдать? За эту машину, естественно, в последней комплектации 1800, но изначально 700 могла дать только. То есть ставки повысились, в результате ходовые характеристики тебе больше понравились или степень укомплектованности его опции? Автомобиль в принципе неплохой. И укомплектован, и ходит неплохо. Но, наверное, такую машину я бы подарила только своему дедушке. То есть ты не считаешь эту модель молодежью? Нет. Но есть еще один момент, когда мы говорим о цене. Действительно, давайте попробуем подобрать конкурентов этому автомобилю по степени его укомплектованности среди прочих моделей, которые продаются на отечественном автомобильном рынке. Компактных кроссоверов на российском рынке сейчас пруд-пруди. Естественно, начнем с корейцев. Kia Sportage стоит от 909 тысяч 900 рублей. Бензиновый мотор тоже 150-сильный, а дизель мощнее в 184 силы. Правда, Sportage на солярке может быть только полноприводным. Оснащается машина тоже очень богато, но и цена доходит до полутора миллионов. В качестве альтернативы японского происхождения приведем Suzuki Grand Vitara. Стартовая цена пятидверки с двухлитровым мотором сразу переваливает за миллион. Но Grand Vitara не бывает моноприводной. Зато и дизельной не бывает. Есть старший бензиновый мотор объемом 2,4 литра. Ну а моя соведущая на днях побывала на московском тюнинг-шоу. И совсем ни Феррари и ни Мазерати произвели на нее впечатление. Чуть было не уехала в Ростов-на-Дону на переработанной до мозга костей побеги. Все подробности в следующем репортаже. Эти ребята не спали ночами и продали последние джинсы для того, чтобы сделать свою малышку на миллион. Их многодневные труды можно оценить на московском тюнинг-шоу. Посмотрите, какие красотки. Уличные бестии, мечты мужчин, домохозяек и блондинок. В общем, на выставке «Московское тюнинг-шоу» найдется авто для всех и для каждого. Вот вам жуткий «Хаммер», который стоял на входе в павильон. Далее машинки поменьше, но не менее интересные. Обклеенные «Инфинити», «Мерсы» и «Ягуары». Мастера старались. Есть ребята, которые это профессия, а есть для которых это стиль жизни. Просто стиль жизни. У них есть основное место работы, но после работы они собираются вместе. Или в гаражах, или на тусовках своих. Сейчас стало тепло, за городом. Но вот чем хороша наша выставка, это первые теплые денечки. И они у нас сначала собираются, встречаются, общаются, потом уже выезжают на пленэр. Почему-то этот «Мерседес» кабриолет цвета чистейшего серебра привлек мое внимание в первую очередь. Скорее всего, потому что он блестящий. Сама машинка 2005 года стоимостью около 600 тысяч рублей. Ну а сделали из нее конфетку с ценником почти за 2 миллиона, на мой взгляд. У «Мерса» поменяли бампер, обклеили его пленкой. Изначально кабриолет был черного цвета. Хотели, как будто это металл перегретый, как глушитель. То есть отсюда она целая, а дальше переходит такой накаленный металл перегретый. Получается эффект перегретого металла? Ну надо дать посмотреть. Вот вроде видно, да? Вот тут металл, а там перегретый металл. Ну да. Ну мне устраивает. Я, в принципе, доволен. На самом деле и суток не хватит, если мы будем рассказывать о самых ярких персонажах этой выставки. Лучше на таких красавцев любоваться без слов и не вникать в матчасть. Главное же – красиво. Сейчас в тюнингованном бенте стоимостью около 15 миллионов рублей. Никого не удивишь, поэтому главным героем нашего репортажа станет победа 57-го года выпуска. Настоящий бизнес-класс и даже язык не поворачивается назвать этот автомобиль ретро. Климат-контроль, электропривод сидений даже с памятью и крыша панорамная. Вы думаете, что это Роллс-Ройс? Ни Феррари и даже ни Мазерати привлекли внимание посетителей и журналистов. Эта победа с душой Роллс-Ройса поразила всех. Уже два года владелец любуется своей малышкой, а параллельно выигрывает конкурсы тюнинг-машин. Кстати, в судьбе победы приняли участие несколько марок. Свои органы пожертвовали Ниссан Скайлайн и Инфинити. Не пожалели и Мерседес Е-класса. Двольник – это Мерседес, потом что тут еще? Зеркала, Хонда Цивик. А вы как, ходили, отдирали зеркала, либо заказывали? Нет, нет, заказывал, конечно. Все, конечно, хорошо. А машина-то сама едет? Ну, конечно, вот я своим ходом с Ростова приехал. Не толкали? Нет. Сама ехала, да? Сама ехала. Ехала, да еще как! Больше тысячи километров на одном дыхании. Дальнобойщики делали селфи с победой 57-го года рождения, но пока фотографии в интернет не выложили. Наверное, еще не добрались до конечной цели. Кстати, победа за свою вторую жизнь наездила около 11 тысяч километров. Ну, не знаю, можно здесь сигналить? Нет? Да, можно здесь сигналить. Здесь такой сигнал, а здесь такой воздушный сигнал. Автомобиль оснащен по последнему слову техникой. Это все взято с «Инфинити». «Инфинити» она шире машина. Все это там по минимуму все убиралось. И климат-контроль, все это печка, ну, все это компоновалось сюда. Мотору дворников некуда будет встать изнутри. Поэтому на «Мерседесе» он стоит снаружи. Он туда сейчас стоит снаружи. А предлагали кто-нибудь купить у вас эту машину? Ну, нет. И правильно, не отдавать ее никому. Хорошая машина. Яков Хараян, пожалуй, единственный участник выставки, который приложил и руку, и сердце к своему творению. В большинстве случаев машины представляли тюнинг-отелье. Ну, а это с фалкардином надо стоять, смотри. Да, это просто потрясающе. Да, Юлиана, как легко тебя обмануть. Поставили на победу панорамную крышу, и все, ты уже подумала, что это Роллс-Ройс. Андрей, ты недооцениваешь работу мастера из Ростова-на-Дону. На мой взгляд, такая победа – самый яркий персонаж этой выставки. Да, Бентли тебя уже не удивишь. Ну, а наша программа подошла к концу. В следующем выпуске порадуем вас чем-нибудь майским и праздничным. Желаем вам зеленых светофоров и ровных дорог. И не забудьте, прекрасная попутчица рядом – залог отличного настроения за рулем. До встречи на телеканале «Комсомольская правда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова